Всем привет, дорогие друзья! В эфире Рейнгем Студио. С вами по-прежнему Алексей Николай. Сегодня у нас первая серия нашего сериала «Пошаговая боевая система в Юнити». Отвратительное название для сериала, поэтому я переименую, наверное, его куда-нибудь в какой-нибудь, типа «Шаг за шагом», чтобы так позвучнее было. К сожалению, получается так, что у меня работать выходит, в лучшем случае, там, по полчаса в день, поэтому сериал будет длинным. Он будет выходить долго, и у него будет много серий, и серии будут короткими. Может, это и хорошо, кто знает. Посмотрим, может, так даже поинтереснее будет. Сейчас давайте переместимся, собственно, за компоктер и посмотрим, что там вообще происходит у нас. Лагия монтажа! Короче, смотрим, что у нас тут есть. Значит, есть у меня небольшая сценка, такая вот. На ней у меня персонаж есть и несколько кубиков. Эти кубики представляют собой в данном случае типа врагов, то есть они у меня помечены как НПСы. На них пока нет никакого искусственного интеллекта, ничего. То есть это просто кубики, они больше ни черта не делают. Но на них есть некий скрипт Charter State, который у меня есть на всех вообще объектах, которые представляют собой либо НПСов, либо персонажей. То есть если мы возьмем нашего рыцаря, у него Tech Player, и на нем тоже есть этот Charter State. Он содержит основную всю информацию о персонаже. То есть это банально ID-шник, его здоровье, и в данном случае нас еще будут интересовать такие вещи, как инициатива и удача. Это я чуть позже покажу. Нахрена это нужно? Что у нас сейчас? Я перетащу экран, потому что ТБС у меня отказывается работать с двумя мониторами. Что вообще у меня тут происходит? То есть в данный момент времени мой персонаж умеет ходить. Я могу его выделить, и он такой пошел. В принципе стандартное управление, могу камеры покрутить, стандартное управление для изометрических пошаговых RPG, к чему я, собственно, и стремлюсь. Пока без изысков, один персонаж, никакого интерфейса, ничего нет, просто умеем ходить, уже хорошо. Маршрут у нас прокладывается через навмеш, тоже все достаточно стандартно. Что у нас дальше идет? Дальше у нас получается, у меня сделана такая логика, что вот этот персонаж, на нем есть коллайдер, коллайдер, который работает как триггер, и как только персонаж с тегом player заходит внутрь этого триггера, мы запускаем боевую сцену. И дальше боевая сцена, когда запускается, начинается, собственно, вся основная движуха, ради которой мы тут все и собрались. Сейчас я запущу Visual Studio для того, чтобы наглядно показывать уже и код, и пройтись по шагам, небольшую отладочку запустить. А пока у нас все это запускается, давайте небольшую паузу сделаем, отвлечемся, так сказать, на рекламку. Немножко прервемся. Сейчас хотел такой маленький партнерский материальчик, не столько реклама, хотя, наверное, можно назвать это рекламой. Когда-то давненько я делал такой ролик, в котором подбирал каналы на YouTube, по которым можно было учиться делать игры. Я, честно говоря, даже не помню, в результате выпустил я его или нет. Хрен его знает. В общем, был у меня такой ролик. Я там проходился по всему YouTube в надежде найти в русскоязычном сегменте какие-то хорошие каналы. И, собственно, нашел несколько. На тот момент времени был такой канал, XYZ назывался, и он как бы существует до сих пор. Сейчас реклама этих ребят из каждого утюга летит. И я не стал исключением. Я очередной утюг, из которого летит реклама этих ребят. Но в моем случае я бы сказал так. Я не буду рекламировать вам их как суперкрутых ребят, еще чего-то в этом роде. Они делают действительно годные материалы. Я оставлю в описании к видео ссылочку на их канал. на YouTube, потому что там выходят бесплатные материалы, но хорошего качества. То есть они разбирают психологию игроков, психологию вообще геймдизайна, разбирают какие-то геймдизайнерские, геймконструкторские фишки. не так, чтобы вас прям учат делать игры там, но тем не менее много полезного. Рассказывают. По большей части, конечно, уже не совсем для начинающих, а чуть более старшего уровня, но мы с вами тут все уже давно тусуемся, поэтому я думаю, что будет в самый раз. И плюс мы все дружненько учимся делать игры, и это хорошо. И я считаю, что нужно развиваться дальше, потому что я вот за себя могу сказать, что в свое время, если бы у меня был какой-то наставник, который бы мне сказал, «Коля, ты дурак! Делать надо не так, а вот так!» то, скорее всего, к нынешнему моменту я был бы на совсем другом уровне, а так пришлось добиваться всего самому, а у ребят действительно есть множество курсов, и что замечательно, там курсы не только стандартные, типа «сделай игру за три дня», вот этого вот говна тупоголового нету, хотя, может, у них и есть такое. Но в основном все курсы, которые я видел, они хорошие. Курсов у них много, и они очень разноплановые, то есть там и левел дизайн отдельно есть, и программирование, это будет и Unity, и Unreal, и есть моделирование, есть арты, то есть очень много профессий в геймдеве есть, и далеко не всем этим профессиям можно обучиться просто самому и до достаточного уровня. Иногда действительно нужен кто-то, кто подскажет, куда идти дальше. В связи с чем я бы настоятельно порекомендовал как минимум пройти на их сайт, посмотреть, какие у них есть курсы. Возможно, что-то из этого вас заинтересует. И ко всему этому добру есть промокод геймдевпаб, тоже он будет в описании, правда он кончится уже буквально через недельку, но если все будет нормально, я попробую выбирать его еще раз. Плюс ссылочка в описании, как несложно догадаться, тоже реферальная, то есть если вы перейдете по ней, мне будет хорошо, а если вы по ней еще и курс себе получите, то вообще будет прекрасно. Ну, то есть, сами смотрите, просто я рекомендую вам этих ребят, как мне кажется, достаточно профессиональных в своем вопросе. А сейчас давайте вернемся непосредственно к пошаговой системе в Юнити. Сейчас подключаемся к Юнити и прямо по шагам по точкам остановы пройдемся, что будет происходить. Все опишу, что думаю по поводу того, что как мне казалось правильно было сделать. Вы описываете в комментариях свою точку зрения по этому поводу. Если вдруг увидите, что я какую-то херню наворотил, не стесняйтесь мне так сказать. Если останутся вопросы, тоже пишите, со всем разберемся. Итак, мы поняли, что наш центральный кубик это враг, который умеет понимать, что пора начинать битву. Собственно, мы заходим, задеваем триггер и попадаем, собственно, в тот самый метод onTriggerEnter. Здесь у нас просто вывод логов, ничего интересного, проверка на тег. И если все хорошо, то мы должны начать битву. Метод начала битвы хранится в классе GameState. GameState – это служебный класс, который не наследуется от MonoBehaviour, слава тебе, господи. Но, в принципе, я считаю, что нет смысла тащить за собой кишки движка в том случае, если ты ими все равно не будешь пользоваться. это класс, построенный по принципу синглтона, по паттерну синглтона. И он, соответственно, на протяжении всей игры будет один. Он будет хранить в себе всю основную информацию о том, как игра себя чувствует. Собственно, мы зашли внутрь этого метода. Здесь ничего интересного не происходит. Здесь просто мы создаем новый уникальный идентификатор для нашей боевой сцены, которая будет существовать в игровом мире. И вызываем события, в котором передаем, во-первых, инициатора нашего события, во-вторых, тот самый новый и уникальный айдишник. Инициатор – это тот самый кубик, который, собственно, пришел к выводу, что пора начать битву. Он нужен для того, чтобы боевая сцена центрировалась относительно этого персонажа. То есть дальше, после того, как мы вызвали событие, событие вызвалось, мы создаем на сцене обычный геймобжект, который будет представлять собой нашу боевую сцену. По факту сейчас, в данный момент времени, это просто пустой геймобжект, empty геймобжект, то есть без нихрена, без геометрии, без ничего. Просто на нем висит скрипт, вот этот вот Combat Zone Controller, который, собственно, будет управлять всем, что будет происходить внутри его действия. И у этого Combat Zone Controller мы вызываем метод подготовиться. Давайте подготовим боевую зону. И что у нас здесь происходит? У нас здесь вызывается оверлап сфер, который, ну вот, от позиции, да, от точки изначальной, и по радиусу. У нас у Combat Zone Controller есть параметр радиуса, то есть это радиус того, какого размера будет боевая сцена. В данный момент у нас установлено 10 единиц, условных 10 метров. Собственно, через оверлап мы получаем все объекты, которые попадают в этот радиус действия. Проходимся по ним и смотрим, чтобы они были либо игроком, либо неигровым персонажем. Если это либо то, либо другое, то мы получаем его Charakter State и кладем его в коллекцию, в обычный список, с которым будем дальше работать. И самому ему сообщаем, что теперь он находится в состоянии битвы. Вот этот вот Set State в данный момент времени пока никак не используется, он нам пригодится потом. Дальше у нас есть, собственно, тот самый список участников битвы, которые после прохождения по всему списку по циклу сортируются по тем самым параметрам инициативы и удачи, как я говорил. То есть, если мы сейчас посмотрим на наш список, то он сформировался таким образом. Сначала идет мой рыцарь, потом кубик номер 2, кубик номер 3, кубик номер 1. То есть всего 4 участника. Один игровой и три типа врага. Дальше идет, собственно, с помощью линка мы все это дело сортируем. Сначала по инициативе, по убыванию и потом уже внутри по удаче. Это на тот случай, что если вдруг у двух персонажей будет одинаковая инициатива, то мы должны определить, кто же из них будет первее. Если у них еще и удача будет одинаковая, ну, значит, великий китайский рандом нам поможет и мы узнаем, кто же будет прав. Соответственно, после сортировки мы можем снова посмотреть на наш список и мы видим, что у нас сначала идет третий кубик, потом идет рыцарь, потом второй кубик, потом первый кубик. После чего у нас нашему геймстейту сообщается, что у нас изменилось состояние игрового мира и игровой мир в данный момент находится в состоянии битвы. для чего это нужно? У нас есть еще один класс, который как раз-таки наследует у нас этот монобехейвер наш, потому что он расположен на сцене и, соответственно, он предназначен в том числе для управления объектами на сцене, а так как мы хотим работать со сценой, нам нужно наследоваться от монобехейвера. Соответственно, здесь у нас есть подписка на события изменения и здесь у нас проверяется. Если мы в состоянии боя, то мы должны отключить контроллер, который позволяет персонажу передвигаться и включить контроллер, который будет, собственно, контролировать поведение персонажей внутри битвы. Собственно, как мы можем наблюдить, перемещаться мы больше не можем и еще мы можем с вами посмотреть на то, как отсортировались наши персонажи. То есть, вот у нас кубик номер 3, у него инициатива 5, потом наш рыцарь, у него инициатива 2, удача 3, у второго кубика инициатива тоже 2, удача 2, и у самого маленького кубика инициатива единичечка. Единичечка. То есть, на данный момент времени больше не сделано ни хрена. Следующий шаг, который будет у меня сделан, это мы сообщаем первому, кто оказался в списке, что его ход и он должен что-то делать. И вот тут возникнет небольшая сложность, потому что сразу придется писать еще и какой-то искусственный интеллект, для того, чтобы эти болванчики хоть что-то умели делать. но я думаю, что поначалу я сделаю какую-то просто заготовку, которая просто будет говорить, типа, я все, я закончил, а уже обработку игрового хода будем разрабатывать непосредственно на нашем персонажике. На нашем персонажике. Дальше возникает несколько вопросов, которые нужно решить, и которые у меня для них уже частично решение есть, частично решения нет. Сейчас мы запустим снова игровую сцену. То есть, вот у нас сцена, да, мы запустим наш бой, у нас произошло бла-бла-бла, все это здорово. Вот. У нас создалась боевая сцена. Вот она есть. Если мы посмотрим на нее, вот здесь вот она создалась по координатам того, кто инициировал битву, как и говорилось. У нас здесь есть вот такая штука, как сфер коллайдер, он автоматически принимает радиус по тому, какой радиус установлен здесь. И изначально я собирался получать всех персонажей, которые должны попадать в битву, именно через триггер этого коллайдера. Соответственно, отслеживать состояние on trigger enter, on trigger exit на случай, если кто-то попытается сбежать из битвы или наоборот ворваться в битву. Но потом я от этого дела отказался в пользу overlapsphere и вот думаю, что сейчас, наверное, я все-таки сделаю просто по корутинам вызов overlapsphere где-нибудь там раз в пару секунд и, соответственно, по результатам уже работать. Не знаю, хочу попробовать оба варианта посмотреть. Так, на чем я остановился? на том, что мы рассуждали, что, точнее, я рассуждал, как лучше сделать через триггер или через оверлап. Через триггер или через оверлап. Я пока не знаю. Я хочу попробовать оба варианта и уже от этого плясать. Почему? Потому что с одной стороны триггер будет гораздо более логичным, потому что он будет конкретно указывать, в какой момент времени произошло событие и кто это событие вызвал. То есть, кто-то вошел в триггер, кто-то вышел из триггера и все. Остальное время не происходит никаких манипуляций. Но, с другой стороны, для того, чтобы это сделать, он в любом случае там постоянно производит расчеты физики и проверяет, не произошло ли то же самое событие где-то там внутри своего движка. Это так или иначе происходит. А оверлап будет происходить только в тот момент времени, когда мне это нужно, с периодичностью там раз в пару секунд. То есть, не каждый кадр там, не каждый, сколько у меня будет фпс, хотя бы там те же самые 30 фпс стандартные, не каждый 30 раз в секунду, а там раз в пару секунд. С учетом того, что у нас пошаговая боевая система, у нас не будет какой-то супер движухи. Если кто-то там сможет зайти на пару шагов глубже в зону боевых действий, чем можно было бы ему разрешить, я думаю, что никакой большой причины, никакой большой проблемы в этом не будет. Это мои размышления. Пока что они остановились в таком варианте. Соответственно, если у вас есть мысли по этому поводу, то пишите их. Следующая серия, я надеюсь, выйдет в течение одной, максимум полутора недель. Точно так же она будет, скорее всего, коротенькая и будет включать в себя следующие элементы. Это мы научимся переключаться между шагами, то есть, между персонажами, которые будут ходить. мы научимся перемещаться по боевой сцене и как следствие тратить боевые очки. То есть, каждому персонажу будут выданы очки, сколько у него очков для совершения действий. И в зависимости от этого мы научимся их тратить. Вот это план для следующего ролика. Может быть, мы его даже перевыполним, может, недовыполним, не знаю, посмотрим. посмотрим, как оно пойдет. На этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что обязательно пишите комментарии по поводу того, что сейчас увидели, по поводу того, что сейчас услышали. Наверняка у вас есть идеи по поводу и без повода, по делу и не по делу. прочитаю с удовольствием все, на большинство даже, скорее всего, отвечу. Я вообще стараюсь всегда быть на связи. Соответственно, пожалуйста, пишите, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Помним, что если поставил дизлайки, то написал почему, потому что я все-таки пытаюсь сделать какой-то материал для вас интересным. И если вам что-то не нравится, то, наверное, нужно делать лучше, что-то исправлять. А как я исправлюсь, если я не знаю, что-то не нравится людям. Вот, пишите, пишите, будем изучать вместе, будем делать, дойдем до какого-нибудь результата наверняка. Поехали! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok